Здравствуйте! В прямом эфире Вести Хакасия, в студии Татьяна Донцова. И коротко о главном. Недетская жестокость. В Туиме девочки-подростки жестокое избили семиклассницу. Пострадавшая может остаться инвалидом. Вместо поезда электричка. Глава республики пообещал вернуть жителям малых станций железнодорожный транспорт. Испытания на прочность пройдены. В спорткомплексе Абакан завершилась проверка на герметичность чаши бассейна. Ночная драка в Абакане. Один человек погиб. Тело 25-летнего мужчины было обнаружено около киноцентра Наутилус. По предварительным данным, в ночь субботы на воскресенье потерпевшие вместе со своим приятелем отдыхали в киноцентре. Около 6 утра мужчины вышли из Наутилуса. На крыльце началась словесная перепалка с тремя молодыми людьми, которые также отдыхали в кафе. Впоследствии ссора переросла в драку, в ходе которой потерпевшему и его приятелю были причинены телесные повреждения. Сейчас устанавливаются причины смерти молодого человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Еще более жестокой можно назвать драку, которая произошла в Туимской школе. Девочки-подростки избили семиклассницу и сняли все это на камеру мобильного телефона. Во время драки девочка шесть раз теряла сознание. Сейчас она находится в республиканской больнице. У нее серьезная травма позвоночника. По словам врачей, в будущем это может привести к инвалидности. Подробности шокирующей истории в материале Елены Крыловой. Старше из нападавших было 16 лет, двум младшим по 15. Серьезно разговаривать они отважились с семиклассницей. Избиение началось прямо в коридоре школы после последнего урока. Били, догоняли и снова били. Здесь от удара по голове Лера первый раз потеряла сознание. Я пыталась со второй поговорить. Говорю, может разойдемся, потому что мне сегодня... Ну, то есть в тот раз уже хватило и может как-то по-хорошему. А она говорит, я по-хорошему не умею, то есть только разборками. Выяснение отношений продолжилось за зданием клуба. Девочки пригласили сюда Леру. Как она рассказала, две из них ее били, а третья снимала все на мобильный телефон. Причем она специально попросила его у кого-то из знакомых, чтобы качество видео было получше. И неизвестно, как долго продолжалась бы расправа, если бы все не увидела учительница физкультуры. Когда она приблизилась, Лера уже лежала без сознания, а девочки продолжали ее бить. За время драки Лера шесть раз падала в обморок. Уже при первичном обследовании врачи насчитали множество серьезных травм по всему телу. Среди них повреждения позвоночника. Хоть девочка и пытается выглядеть вполне бодрой, то, что произошло, может сделать ее инвалидом. По данным рентгенографии, заподозрить можно причинение вреда, средней степени тяжести точно можно. А больше может показать только специальное обследование. Для начала нужно госпитализировать, стабилизировать состояние. После этого возможно проведение дополнительных методов обследования. Вопрос такой, что нужно думать о последствиях в будущем. Потому что ребенок маленький, если пропустить что-нибудь тяжелое, потом может оказаться в ходе инвалидизации. Зачинщицы драки знали, что делают, хотя бы потому, что выбирали, куда бить. Ни одного синяка на лице и на руках. По замыслу подростков, драка должна была остаться тайной для взрослых. Говорят, что запугивали. Сказали, если ты маме расскажешь, мы тебе голову разобьем об бетонку. Во время драки никто из подруг за Леру не заступился. Но их она не винит. У одноклассниц на то были свои причины. Они, наверное, растерялись. Первый раз такое было. И я не знаю, может, и пытались. Но, знаете, их как бы припугнули, сказали, что слухи пойдут по школе. И не хотели лезть и, может, еще хуже сделать. Что касается родителей трех подростков, мама той, которая считается в компании самой крутой, откровенно недоумевает, что здесь такого. В проблеме разбирается инспекция по делам несовершеннолетних и местной участковой. Правда, последняя отмалчивается. Районное руководство запретило ему говорить об инциденте. Создается впечатление, что здесь признает свою вину за недосмотр и стыдится происшествия только школа. Мы всегда думали, что в нашей школе такого быть не может. И, конечно же, если бы мы знали, то такого бы не произошло, мы бы предотвратили. Сейчас Лера находится в республиканской больнице. Здесь врачи смогут провести полное обследование и назначить курс реабилитации. Что касается видео, которое одна из девочек снимала во время драки, подростки сказали, что испугались и удалили его. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Самым захламленным населенным пунктом в Хакасии, если бы такой конкурс проводился, вполне могла бы стать станция «Скис». В этом уверены местные жители. Существующим беспорядком поражают многие отведенные для бытовых отходов места. И все это находится практически во дворах жилых домов, на довольно большой территории. До антисанитарного состояния, как пояснили в администрации, свои участки довели сами собственники жилья. Дворы, именно вот где находится ТСЖ, буквально на прошлой неделе председателей ТСЖ привлекли к административной ответственности. По 2000 наложили административного штрафа. А члены товарищества собственников жилья, наоборот, уверяют, что на свои обращения они не могут добиться соответствующей реакции ни со стороны администрации, ни коммунальной службы. И именно они обратились к нам с просьбой осветить положение дел, чтобы помочь решить проблему. По их словам, в организованных для мусора местах отсутствуют контейнеры. И вывоз бытовых отходов случается крайне редко. ЖКХ наше не реагирует ни на что, ни на заявления, ни на что. А много таких у вас очагов? Очень. В каждом дворе. Сами любят сыпят. Но если все-таки огородить и вывозить почаще, никак, а не, допустим, раз в полгода, то этого не будет. В Хакасии восстановят железнодорожное сообщение, которое ранее в компании РЖД признали нерентабельным. Сегодня на Совете по экономическому развитию о таком решении сообщил Виктор Зимин. Временно исполняющий обязанности главы республики провел встречу с начальником Красноярской железной дороги. Кроме вопросов по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали, Виктор Зимин поднял проблему о возобновлении маршрута Абакан-Красноярск через Ачинск. Этот поезд проходил через 16 станций республики. Но маршрут признали нерентабельным и закрыли. Жители многих деревень остались без транспортного сообщения. Виктор Зимин сообщил, решение принято в пользу населения региона. Железная дорога готова восстановить движение до малых станций Хакасии. Правда, статус поменяет с межрегиональных на пригородные перевозки. Пока договоренность лишь устная, но в ближайшие две недели решения подкрепят документально. На экономическом совете сегодня говорили и о других важных для республики проектах. Инвестиционные программы требуют серьезных финансовых вложений. Но каждая окупаема, значит, имеет место быть. Из зала заседания Ольга Стельмах. Ровно год в Хакасии существует Совет по экономическому развитию. Банкиры, ученые и предприниматели на добровольной основе работают над развитием региона. Рассматривают и утверждают бизнес-проекты. Благодаря чему, отметил Виктор Зимин, успехи региона сегодня оценил и федеральный центр. Проект Абакана-Черногорской агломерации. Один из пяти по России получил господдержку. Наша маленькая республика оказалась в числе лучших с такими мощными промышленными регионами, как Свердловская, Ростовская, Самарская области и Республика Татарстан. Причем такого органа, как наш Совет экономического развития, не было создано нигде. Мы получили очень высокую оценку за проведенную работу. Один из ключевых проектов сегодня – строительство нового энергоблока на Абаканской ТЭЦ. Он увеличит мощность и позволит развиваться бизнесу, а значит, привлечет регион новых инвесторов, а вместе с ними и дополнительные налоги в бюджет. Кроме того, повысит и экологическую безопасность с резервом тепла и электроэнергии. Хакасия сможет закрыть ряд котельных. Запуск блока – апрель 2014 года. Республика, в свою очередь, дает послабление. Виктор Зимин подписал себе с когенерирующей компанией договор предоставить налоговые льготы. Для нас это очень важно. Конечно, сам проект, он даже для нашей компании, которая работает в четырех крупных регионах Сибири, это большой проект. В Алтайском районе еще только в планах открыть агропромышленный парк на пустыре возле Белого Яра. Цеха по переработке сельхозпродукции принесут дополнительные средства не только в бюджет района, но и республики. Жителям ЖХ Акасии даст возможность покупать сельхозпродукцию по оптимальной цене. Переработка мясной продукции, молочной продукции, она по-прежнему у нас востребована. Строительство тепличных комплексов – это, наверное, самый востребованный продукт на территории нашей республики. Мы уже понимаем, что сегодня в основном массе мы питаемся продукцией, произведенной в китайских теплицах. Инвесторы достаточно серьезные. Если мы сможем реализовать, мы достаточно серьезно должны подвинуть вот это кустарное производство. От теории к практике уже перешел Черногорск. В городе Угольщиков создадут промышленный парк на участке в 200 гектаров. Откроют три десятка предприятий малого и среднего бизнеса. Стоимость проекта – более 7 миллиардов рублей. Причем республика направит лишь миллиард, и тот окупится. По расчетам специалистов, на каждый вложенный рубль придут частные инвестиции в пятикратном размере. Также промпарк даст практически 4 тысячи рабочих мест. Ольга Сельмах, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Сегодня в Устебакане состоялся очередной этап праймерис «Единой России». На внутрипартийном первичном голосовании члены партии и ее сторонники определялись с кандидатами на предстоящих 8 сентября выборах. Устебаканская площадка стала 28-й с начала проведения праймерис. По результатам предыдущих этапов среди кандидатов на пост главы республики абсолютное большинство голосов у действующего главы региона Виктора Зимина. В своем выступлении он сделал акцент на развитие сельского хозяйства. Поскольку Устебаканский район преимущественно аграрный, людям особо близка сельская тема. В частности, глава республики рассказал о развитии малых сел. В этом году там отремонтируют дороги, организуют с помощью выездных бригад медицинское обслуживание. Тем, кто держит коров, будут платить по 500 рублей в месяц на животное. Программа только стартовала, но к ней уже очень высокий интерес. Приведу пример из вашего района, Валя, Трояков. Уже нарезано 12 новых земельных участков под строительство. У людей появилось желание вернуться в село. Это очень важно. Виктор Зимин, отвечая на один из вопросов, пообещал восстановить сельским медикам льготы по ЖКХ, которые они получали в прежние годы. Перед выборщиками выступили также кандидаты в депутаты республиканского парламента. В ходе голосования были подтверждены результаты предыдущих праймерис. Во главе списка Виктор Зимин, глава парламента Владимир Штыгашев и руководитель профсоюза работников образования Любовь Барабанова. Я считаю, праймерис, конечно, в нашей стране должен проводиться, так как человек уже своим выбором о том определился и уже знал, за кого голосовать. Позиция всех ясна. Кандидаты у нас, я считаю, достойные. В спорткомплексе «Абакан» завершились испытания чаши строящегося бассейна. Целый месяц она стояла наполненная до краев. Это позволило специалистам оценить прочность и герметичность объекта. Заключение – протечек нет, качество работы надлежащее, можно приступать к внешней отделке. Ну а в сентябре планируют создать бассейн в эксплуатацию и открыть первый спортивно-оздоровительный сезон. Это будет уникальный для республики плавательный бассейн, длина дорожек которого 50 метров. Самый оптимальный и удобный размер для плавания, как вида спорта. Пока в Хакасии все немногочисленные подобные объекты с длиной дорожек вдвое меньше – 25 метров. Впрочем, это тоже стандарт, но на большем-то и диапазон возможностей для водных видов спорта шире. Мы как бы и стремились к тому, чтобы, во-первых, можно было проводить соревнования самого высокого ранга, вплоть до международных. Во-вторых, чтобы люди могли заниматься всеми, какие только возможны виды спорта, водные, на данном объекте. Детская школа по плаванию пока арендует место в бывшем дворце спорта, который перешел в частные руки под вывеской «Голджим». По словам спортсменов, денег только и хватает, что на аренду для тренировок. А что касается соревнований, то это непосильная финансовая ноша. И в Абакане их давным-давно не проводят. С момента строительства «Голджима» клуба мы не можем здесь провести в силу финансовых вопросов, потому что это большая аренда. Поэтому мы пользуемся такими городами, как Ченогорск, Сайногорск, Черемушки, Тея, Вершина Тея нас очень сильно выручает. Не меньше, чем спортсмены, открытие нового городского бассейна ждут все любители плавания. Для многих это ничем не заменимая оздоровительная процедура. Ведь бассейн, уже давно доказали врачи, полезен для исправления многих болезней. Помогает всем очень. Я на личном опыте знаю, у меня у сестры астма была. Она плавала, начала плавать, а у нее астмы уже нет. Поэтому вопрос общедоступности нового городского бассейна, пожалуй, самый актуальный. Ну, хотя бы для среднего класса цена должна быть подъемной. Первое, чего мы добиваемся, это общедоступность. То есть любой житель города может иметь возможность прийти за вполне умеренную плату, позаниматься плаванием, подтянуть себя в физическом плане. Вообще здесь плавательный комплекс – это уникальный, как говорят в мэрии, объект с применением передовых технологий, вентиляции и циркуляции воды. Современное оборудование заказали в Германии. Очень сложная современная система водоочистки, которая будет осуществляться за счет озонирования воды, исключающая хлор, делающая его безопасным, пригодным для всех категорий людей. То есть это и люди с какими-то отклонениями в состоянии здоровья могут оздоравливаться. Торжественное открытие планируется на осень, скорее всего, сентябрь месяц, как раз начало плавательного сезона в закрытых помещениях. Новый бассейн, как и ранее построенный спортзал, будет означать промежуточный финиш в создании всего спорткомплекса. Планируют построить еще как минимум легкоатлетический манеж. Для выпускников российских школ началась череда итогового тестирования. Сегодня был первый из двух обязательных ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдавали почти тысяча человек. За ходом аттестации следили 540 общественных наблюдателей. ЕГЭ продолжался 3,5 часа. Минимальное количество баллов, которое нужно набрать для того, чтобы получить по русскому отметку удовлетворительно, 36. В прошлом году по России с этой задачей не справились 3% экзаменуемых. Спорт помогает жить. Сегодня в Черногорске стартовала республиканская спартакеада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Имена сильнейших спортсменов назовут завтра. Между тем, первые результаты соревнований уже известны. Репортаж Натальи Гармашовой. Сегодня в Черногорск съехались более 120 школьников. Самым младшим всего 8 лет, старшим 15. Первый этап состязаний – легкоатлетический забег на дистанцию 60 метров. Для Алины Бельман из Черногорска эти старты в рамках масштабных состязаний первые. Мне страшно чуть-чуть. Я собралась и побежала. Соперниками 8-летнего Влада Горошка из Сыногорска оказались девочки. Владислав хоть и уступил первое место юной представительнице прекрасного пола, но позиции во время забега все равно не сдал. Ну, конечно, меня выиграли. Ну, я хотя бы второй прибежал. Пусть бы у меня дружба. Обычно в спорте каждый выбирает для себя какой-то один вид. Особенность этой спартакиады в том, что многие ребята участвуют сразу в нескольких состязаниях. Это и дартс, настольный теннис, прыжки в длину, метание мяча. Соревнования рассчитаны на два дня. Рената Каримова показала отличные результаты в забеге. Мяч метнула на 34 метра. Зрители в восторге. Спортсменка не очень довольна. Ну, для себя так нормально. Могу лучше. Еще несколько лет назад детям с ограниченными возможностями здоровья из Хакасии негде было заниматься. Между тем, сегодня повсеместно постепенно открываются отделения по адаптивной физкультуре. А значит, у ребят есть все шансы физически развиваться. Все участники данных спартакиад ведут подготовку к участию в первенстве и чемпионате Республики Хакасии по таким видам спорта, как настольный теннис, легкая атлетика. Мы подводим из любительского спорта к более профессиональному спорту наших спортсменов-инвалидов. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. И это все на сегодня. Новости вы также можете узнавать на нашем сайте вестихакасия.рф. Мы следим за развитием событий. Удачи вам и до встречи.